коллеги я вас приветствую это видео для новичков в программировании для тех кто только начинает писать на языке c-sharp сегодня я покажу только азы мы будем работать со строками и так давайте приступать я буду вести урок при помощи visual studio код в частности это интерактивная книга здесь есть возможность выполнять c-sharp код но если вы так то скопируете и допустим отправить его например visual studio в консольное приложение будет у вас тот же самый результат итак давайте начнем с того что у нас есть какая-то строка давайте прочитаем задание которую сделать вывести на консоль сообщение дима стринг в одну строчку для этого все шарпи используется консоль но если мы используем опять же консольное приложение то есть вывести на экран зависит от того какую платформу будете использовать я буду говорить про консольное приложение целом простой на мой взгляд вид приложения на котором достаточно легко учиться писать разные компоненты которые не требуют быть большого пользовательского рич богатого пользовательского интерфейса а вот консоль играет line этого собственно говоря достаточно и мы видим здесь дэва стринг и для того чтобы все заработало нужно все запустить и в общем то видите что в консольном приложении якобы у нас тут выполнилось и собственно говоря давайте я сейчас открою давайте сейчас вот это все скопируем таким вот образом и вставлю visual studio у меня есть она специально открыта вот таким вот образом чтобы вы поняли что я не веду что вы можете это использовать и собственно говоря и в консольном приложении так что тут лишнего натыкал да вот так вот и если теперь это запущу вернее когда я это запущу да конечно же не вижу studio компилятор подсказывает вернее компилятор c-sharp подсказывает visual studio и выдать ошибку потому что у меня в консольном приложении нету точки запятой которая должна завершать каждую команду и в общем то вот так то это работает в желтудии вот так то работает интерактивной книги я буду использовать интерактивную книгу потому что в ней удобнее на мой взгляд ну и собственно играя потом смогу очистить ее дать вам результаты вы можете использовать ее у себя таким же образом и давайте запустим посмотрим да действительно это работает давайте перейдем к следующему заданию вывести количество символов всего в строке ну то есть нам нужно узнать какое количество символов в этом вот в этом вот выражении и на самом деле это сделать тоже достаточно просто но во первых давайте напишем консоли write собственно гриллайн это в одну строку но прежде чем сделать этот проект нам нужно создать переменную хотя теоретически можно создавать ну давайте так назовем тотал где мастеринг у нас подсветилась и я могу обратиться к самому строке то есть и взвал вызвать у нее такую функцию такое свойство которое покажет длиной строге нужно поставить точку запятой теперь дема стринг это строкам мы взяли у нее длину и поместили в переменную total теперь мы это тотал подставим вот сюда здесь поставим собственно гряточку запятой и в общем то можно выполнить теперь этот код и получается что у нас вот 69 дальше вывести консоль каждое слово в отдельную строку но в общем то здесь каждый в каждое слово день строку ну для начала нам нужно эту строку разбить на части и давайте создадим временную переменную назовем ли он допустим ну слайс из и теперь возьмем demo string и сделаем у нее сплит то есть разделим на части а символ которым будем использовать для изменения это будет пробел собственно говоря мы будем считать что день запятой это одно слово таким образом получится что у нас сейчас посчитаем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 слов и теперь теоретически можно сделать таким образом чтобы вывести на экран в консольное приложение давайте это выведем смотрите давайте вот как покажу на самом деле это книга интерактивная и почему она удобна то есть теоретически могу использовать консоль в write line и написать сюда слайс из теперь у меня здесь уже не просто собственно говоря строка здесь у меня некоторый набор строк и теоретически у них тоже есть каунт свойство специальное который может показать лент называется который может показать количество и своего количества букв вот в этих вот расщепленных то есть у меня получилось 9 раз два три 4 5 6 7 8 9 да вы рассчитали вот в этом интерактивном приложении есть возможность использовать дисплей функцию она сюда привязана и вот я собственно грял так вот нажимаем она покажет тот же результат вот этой функции в интерактивном приложении она собственно грести собственно в консольное приложение visual studio вы не найдете поэтому нужно использовать в write line дальше вывести на консоль каждое слово отдельную строчку теоретически мы это уже знаем теперь давайте сделаем фурыч это тот самый итер итерация то есть итеративный способ обработки последовательности слайс это у нас последовательность это рэй то есть массив и я могу сделать таким вот образом слайс с урыч могу сказать поэтому . дисплей давайте выполним ну и как видите вот они все 9 в отдельную строчку поставлены это первый вариант давайте сделаем фор не подставляется давайте так вот и равен 0 . запятой и до тех пор пока и меньше чем слайс с длина минус 1 . запятой и плюс плюс это такой оператор который позволит пробежаться по всем активам просто итеративно пробегая по индексу начала к первое потом 2 потом 3 и сделать это очень просто нужно как раз обратиться к слайсом и и взять так как это массив мы можем обратиться по идентификатору и сделать ту а нет не ту стримка а дисплей давайте проверим работает ли этот код вот первая итерация вот вторая операция итерация все работает теоретически это можно теперь вот так вот закомментировать чтобы точно проверить да действительно их тут 9 количество но теперь выводить ну давайте не буду комментирую комментарии кстати вставляется двумя слышим или слышно . . слышно открытие-закрытие собственно ли вы видите что стало зеленым то есть подсветилась непосредственно это вот еще как комментарий давайте попробуем такой tool string и проверим сработает ли нет не работает ну ладно здесь она не работает она не должна работать бог с ним забудьте итак пусть будет дисплей этого достаточно и так вывели эту задачу давайте переключимся на следующего итак следующая задача у нас ту же самую строку в консоли все каждого отдельной строку в обратном порядке то есть теоретически мы должны проделать то же самое а потом развернуть архив и для этого нужно сделать слайсы реверс и теперь собственно говоря нам нужно сделать то же самое ну давайте воспользуемся вот таким вот способом я его скопирую его сюда вставлю ну а теперь мы выведем и у нас получился сегодня прекрасный день чтобы вывели слайсы нам нужно это все и еще раз выполняем c-sharp на программирую изучать начать чтобы день прекрасно сегодня тоже задание выполнено поехали к следующей строчке то есть и консоль каждую букву в отдельную строчку но собственно игра здесь тоже все очень просто нам нужно просто сказать что мы возьмем из этой строчки ну давайте напишем так давайте вот давайте вот так вот letters равен demo string to array для того чтобы проверить давайте проверим вот такую штуку сработает или нет ну как вы видите сработало и она отобразила что у меня 69 букв то есть то array мы каждую букву которая была у нас в этой строчке превратили массив чар то есть это другой тип c-sharp и теперь мы сможем также написать for each пусть будет letters и сделаем дисплей ну теоретически она должна у нас показаться в каждой строке ну и как видите эта строка сработала поехали дальше вывести в консоль каждую букву один слов в обратном порядке но в общем то я думаю что здесь не составит труда взять вот это вот все и скопировать и если что сделать и развернуть причем я немножко сейчас сделаю по другому я развернул прямо вот здесь то есть я могу не вызывать не создавать отдельную переменную просто выбрать в обратном порядке ну и как видите sharp c ну и так далее дальше следующее задание которое у нас на сегодня вывести в консоль каждую вторую букву в строку сделать это на самом деле тоже не сложно давайте введем какую-то новую переменную теоретически мы все можем использовать предыдущие переменные которые были здесь этим как бы книгой хороша что она может видеть предыдущий результат от предыдущего кода ну я создам новую чтобы вас не вводить заблуждение пока так на самом деле проще итак мне нужно вывести в консоль каждую вторую букву и строку ну опять же давайте создадим letters и она мне подсказывает что уже есть подчеркивание показывает что я уже определял такую переменную и в ней уже есть какие-то данные давайте создадим индексом 2 и здесь скажем таким образом что у нас даем string to array теперь дальше мне нужно пробежаться по всем этим собственно говоря так давайте уберу по всем вот этим найденным собственно говоря буквам и собственно нужно выбрать только те которые деление индекса которые кратно ну в общем это тоже сделать давайте просто я напишу var и равно 0 точка запятой и меньше чем letters 2 длина и здесь напишем что нам нужно с и делать пока это условие не будет выполнено увеличивать на единичку ну и теперь нужно просто определить какой индексу текущей буквы во всем этом массиве и я сделаю такую условие добавлю в котором напишу если i разделить собственно говоря на 2 с учетом остатка и это остаток равен 0 тогда вот этот вот переменную ну тогда мы просто выведем на экран нам нужно обратиться letters 2 и по индексу который мы определили выше и display ну вот как то вот так ну и как вы видите выведена вторая вторая четвертая буквы давайте даже сделаем вот таким вот образом плюс i точка display вот таким вот образом плюс и между ними поставим один пробел и еще раз выполним так не работает а ну да она так наверное не будет работать давайте по правильному напишем для того чтобы вывести вот таким вот образом мы применим интерполяцию и собственно говоря легко это делается вот таким вот образом я вот это заберу сюда здесь ставлю а мы здесь ну давайте перед ней напишу что у меня еще будет одна переменная а и двоеточие или допустим вот такую красивую стрелочку и выведем это все на экран ну и как вы видите 0 5 10 15 20 а на 5 ну конечно да вот но как вы видите очень легко получить только пятую букву в данном случае каждая вторая в общем то задача считая выполнена поехали дальше ну и теперь вывести все гласные буквы через пробел как вы понимаете это задачка с плюсиком значит она такая повышенная сложности для того чтобы это сделать нам нужно определить собственно говоря алфавит и сравнивать каждую букву гласная или согласная но для этого нужно создать две переменные в которой будет храниться гласные в другой будут согласные и собственно мне нужно немножко остановить видео чтобы сэкономить ваше время я сейчас это сделаю и так я создал переменную в которой хранил массив из букв вернее из гласных букв и теперь нам нужно давайте я для начала скопирую вот этот код а давайте весь скопирую чтобы мне его не писать и давайте создадим новую переменную с индексом letter 3 и здесь будем выводить но теперь мы будем искать по условию другое значение нам нужно узнать находится ли текущая буква мы знаем ее массив то есть var letter 1 1 1 буква которую мы сейчас можем найти это в списке letters взять текущую букву по этому индексу и проверить ее то ой давайте я вот так вот сделаю если эта буква находится если давайте вот так вот если гласный список гласных contains то есть содержит эту букву letter то тогда мы выведем ее на экран и тут как бы без проблем у нас должно без всяких таких вот штук вывести ну и давайте нажмем enter ну и как вы видите его я то есть в общем все буквы выведены и они только гласные в общем то по такому же принципу можно сделать и здесь только теперь нужно алфавит из согласных букв ну и как вы видите случилась магия я уже создал новый и назвал согласный и соответственно мне теперь нужно согласных проверять наличие этой букв попадания ее в этот ну и результат не заставил себя долго ждать как вы видите вот все согласные буквы в общем будем считать что задание выполнено коллеги мне очень важно от вас услышать фидбэк то есть обратную связь чтобы я понял насколько востребован данный формат потому что вопросы вы присылаете много и на самом деле разного уровня я бы их концентрировал как бы по группам доступа но вот такой простой вариант подачи я думаю что он удобный отпишите согласны вы за мной или нет ну и чтобы не попростить видео опять же подпишитесь на канал поставьте лайк видео и я собственно говоря пойму насколько эта штука важна и в общем то что у меня еще осталось пишите правильный код новое видео это не очень важно а ну и ну и и Продолжение следует...